Наш канал посвящен загородной недвижимости и девелопменту. В июле 2024 года мы с друзьями побывали на Алтае. Отдохнули, насмотрелись неземных красот, напитались энергетикой гор, ну и насмотрелись разной алтайской недвижимости, досуговой и доходной. Меня зовут Максим Рудницкий и в этом ролике я расскажу вам о девелопменте алтайских курортов и коттеджных поселков и об автомобильном путешествии по Алтаю. Может быть вы вдохновитесь и отправитесь по нашим следам в автопробег. Или, например, решите инвестировать в алтайскую недвижимость, сдавать домики туристам или отель построите на горном курорте Белокуриха. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ну и на телеграм-канал про загород тоже обязательно подпишитесь. Там все самые свежие новости недвижимости. Автомобилем по Алтае путешествуют в основном сибиряки из соседних регионов. Кто-то отправляется в организованный тур с гидом, но сейчас развивается автопрокат. И мы машину арендовали, самостоятельно организовав нашу поездку. А местом старта и финиша был горноалтайск. Так что расстояние, наверное, правильно будет измерять именно от этой точки. Белокуриха, наверное, одно из самых известных мест на Алтае. Два часа езды от аэропорта. Причем за эти два часа можно проехать 160 километров по хорошей дороге или 115 километров по ухабистой. Сам курорт Белокуриха – это сибирский Пятигорск или Кисловодск, если можно так сказать. Много санаториев, где можно принимать радоновые ванны. Ну и другие лечебные процедуры. Ну и есть пара подъемников для любителей горных лыж зимой. Шикарная природа, горная река и тропа для прогулок вдоль нее. Там променад с ресторанами и сувенирами, экскурсии в горы, с посещением магических скал, где можно попросить о чем-нибудь местных духов. Поэтому на многих камнях здесь лежат монетки и конфетки. Ну и пирамидки из камней все, конечно же, тоже строят при любой возможности. Еда вкусная, виды отличные. Недвижимость, кстати, не очень дорогая в Белокурихе по сравнению с Чемалом, о котором мы чуть позже расскажем, не говоря о уже известном Манжероке. В 15 минутах езды от Белокурихи начали строительство горного курорта Белокуриха-2 или Белокуриха-Горная. Построили горную дорогу, наставили разных арт-объектов, чтобы все с ними фоткались. Ну вот, например, Гравицапа, как в фильме Кинзадза. Еще построили этнографическую деревню со старыми сибирскими избами и купеческим домом с рестораном. Ну и музей шоколада. Пока на этом горном курорте действует один отель и еще один активно строится. Ну и один склон с кресельным подъемником работает. Зачем ехать отдыхать в эту горную Белокуриху, я не очень понял. В основной Белокурихе мне, честно говоря, больше понравилось. Может, через несколько лет здесь настроят гостиницы и жизнь забьет кулючом. Пока же, честно говоря, пустовато. Моря на Алтае, к сожалению, нет. Но есть второе в России по запасам пресной воды после Байкала – Телецкое озеро. На северном берегу озера, в 160 километрах от аэропорта Горно-Алтайска, поселок – курорт Артыбаш. Эти 160 километров мы ехали больше трех часов. Дорога такая подразбитенькая местами, но очень живописная. Этот курорт – такой типичный большой поселок, по которому бродят стада коров, где летом все живут с дачей в аренду углов и пристроек к своим домам. Все приличные номера в гостиницах забронированы заранее, но комнату попроще, думаю, можно без проблем найти на месте. Сейчас идет активное строительство всяких бас отдыха. Ну и рядом есть горнолыжный склон. Ну вот мы жили как раз возле этого горнолыжного склона, во вполне приличном отеле, в домике типа Афрейм. И единственным недостатком была необходимость добираться до озера по разбитой гравийке. Подъемники работают круглый год, так что можно подняться на гору и оттуда обозревать окрестности, гулять и строить пирамидки из камней. На берегу озера можно остановиться и в палаточном лагере, и на турбазе. Уже довольно много приличных отелей там построили. Есть вертодром, и желающих катают на вертолете. Можно до горы Белуха слетать на экскурсию или еще куда-нибудь тысяч там за 500. Ну и по берегам озера много крутых ведомственных домов отдыха типа от РЖД или Газпрома. На озере можно арендовать лодку и съездить на экскурсии по местным, не очень большим водопадом. Ну или отправиться на рыбалку. Еще можно отправиться на конную прогулку или сплавиться на рафте по речке. Но у нас с друзьями был другой план. Мы погрузились с автомобилем на паром и отправились на южную оконечность Телецкого озера. Если решите повторить наш маршрут, то имейте в виду, что бронировать паром надо заранее. Он плыл забитый под завязку. Поездка занимает 6 часов, и в процессе можно любоваться красотами и снимать видосики. Вообще, все наше алтайское путешествие – это сплошное любование горными пейзажами. Они совершенно прекрасны. Южный край Телецкого озера – место совершенно дикое, где нет даже электричества. Но при этом летом народу много, и там строят самого простого вида летние домики для сдачи в аренду. Ну а мы ночевали в глэмпинге, в палатке прямо на берегу реки Чулышман. Глэмпинг – это, конечно, не недвижимость. Но я очень часто встречаю предложения по инвестированию в глэмпинге для посуточной сдачи в аренду. Я бы, наверное, свои деньги не вложил. Но ребята молодцы. Обустроили шикарный совершенно палаточный лагерь. Живешь прямо на берегу, спишь на нормальной кровати. Принять душ и умыться можно тоже прямо в палатке. Электричество от генератора или солнечных батарей. Такие глэмпинги на Алтае встречаются двух типов. Про первый вот вы поняли. А второй – это глэмпинг при пятизвездочном отеле. Основное здание нельзя ставить на берегу реки, оно стоит чуть дальше. Ну а возле воды ставят такие вот примерно палатки. Спишь под шум горной реки, которая течет нескольких метров, а еду тебе доставляют из пятизвездочного ресторана. Ну, тоже кайф, если честно. Следующий день мы ехали по совершенно убитым дорогам вдоль реки Чулышман по одноименной Чулышманской долине. Места, ну, невероятной красоты. Ну и по всей долине понастроили огромное количество бас отдыха вот с такими вот маленькими домиками, которые, как мне показалось, в основном пустуют. Организованных групп туристов там не очень много. Дорога очень плохая, и в основном все делают промежуточные остановки либо вот на берегу Телецкого озера, либо уже на Чуйском тракте. Мы один раз делали большую остановку в Чулышманской долине, чтобы размять ноги и прогуляться к водопаду Учар. Он довольно мощный и производит такое сильное впечатление. Ну, а основной достопримечательностью Чулышманская долина считается перевал Кату-Ярык. Если дорога по долине разбитая, то горный серпантин, ведущий на перевал, еще и размытый и узкий. Ну и еще не все машины могут по нему подняться с полной загрузкой. Поэтому для облегчения они предлагают пассажирам идти пешком. Несчастные, дыша пылью, поднимаются наверх. Пыль на дороге стоит столбом. Зато наверху можно съесть мороженку и посмотреть вниз. Вид открывается шикарнейший. Ну и фоточку надо сделать на фоне преодоленного пыльного серпантина. Ну а следующая остановка была уже на знаменитом Чуйском тракте, до которого мы добрались к вечеру. Здесь мы остановились на такой типичной для Алтая базе отдыха. Простой летний домик из бруса. Ну, спасибо, что со своим санузлом. Ну и главное достоинство этой базы бетонные дорожки. По ним везти можно чемодан, а не на себе таскать. Ну а весь следующий день мы ехали по Чуйскому тракту. Сначала вдоль реки Чуя, а потом вдоль реки Катунь. Первое очень необычное место остановки – Гейзерное озеро. Из-под земли бьют горячие ключи и выносят на поверхность различные минеральные вещества, которые создают неповторимые узоры, как вот в калейдоскопе. Они все время меняются. Нам озеро улыбалось улыбкой какого-то чудовища. Вообще-то дороги на Алтае сами по себе достопримечательны. Если по обычной дороге ты составляешь маршрут от одного интересного места до другого, то по алтайским дорогам едешь не спеша, любуясь открывающими видами. Ну а Чуйский тракт еще и хорошего качества. Так что едешь потихонечку, останавливаешься на красивейших перевалах или на слиянии рек Катуни Чуя, например. Погода в горах очень переменчива и непредсказуема. По прогнозу целый день должен был идти дождь. На самом деле он настигал нас буквально пару раз. А всякий раз, когда мы ходили полюбоваться природой, было солнечно. Ну, видимо, мы хорошо еще в Белокурихе задобрили местных духов. Не пожалели монеток и сухариков. После слияния реки Чуя и Катуни мы повернули направо. И поехали по Чемалскому тракту. Это, по-моему, самая туристическая дорога на Алтае. Она идет вдоль реки Катунь. И слева и справа сплошные дома отдыха, вплоть до селения Чемал. Вдоль дороги без перерыва предлагают рафтинг, предлагают покататься на лошади или на квадроцикле. В общем, вдалеке виды по-прежнему красивые, но на обочинах сплошной туристический шалман. Останавливаться здесь можно разве что с целью пересесть на внедорожник или на лошадь. Там, пообедать в кафе или сплавиться на рафте. Ну, или полетать на самолете, например. Вдоль дороги строится пара коттеджных поселков. Их основная задача – привлечение инвесторов. Здесь покупают дома не для собственной жизни, а чтобы сдавать их потом в посуточную аренду отдыхающим. Один из таких поселков мы посетили. Со слов владельца, большинство домов продано, и за сезон они на 100% сданы в аренду. Я не проверял, конечно, но машины стояли далеко не у всех домов. Может, конечно, арендаторы на экскурсии уехали. При поселке есть небольшая гостиница в стилистике ранчо и бассейн с баром. Люди чилят, дети плещутся в воде. Бизнес-модель такая. Вы покупаете за 14 миллионов дом 90 квадратных метров в стиле фахверк. Управляющая компания сдает его в посуточную аренду. Стоят такие домики тысяч от 15 в сутки. Ну и за управление с вас берут 25% от арендной платы. Многие хозяева домов, чтобы привлечь туристов, при доме строят беседки и бани. Ну и виды, конечно, из домов открываются потрясающе. Самое интересное, что у поселка этого практически нет рекламы. Хозяин рассказал, что большинство инвесторов сибиряки. Приехали, посмотрели, привезли пачки наличных и купили. Никаких ипотек, конечно, нет. Земли здесь под рекреацию и домики оформляются как гостиницы. Ну а вообще привлечение инвесторов и продажа курортной недвижимости на Алтае сейчас в тренде. Знающие люди советуют быть очень внимательным. Часто дома строят на землях, на которых строить нельзя. Типа на подбище каком-нибудь живописном. Турист, покупающий на эмоциях, самый желанный покупатель. Так, в общем-то, во всем мире неликвидную недвижимость впаривают. От Бали и Пхукета до Алтая и Подмосковья. Ну а наша компания в окрестностях Чимала покупалась в горячем чане на берегу Катуни и покаталась на лошади по горам. Тут я подумал, что несмотря на свою любовь к этим животным и, в общем-то, хорошие навыки верховой езды, я вряд ли соглашусь на многодневный поход верхом, который здесь сейчас активно предлагают. Ну а часик верхом это вообще отлично. Еще мы сплавились по реке Катуни на рафте, заодно искупались, ну и я сломал ребро. Но, несмотря на это, рафтинг на Катуни очень рекомендуют. Очень красивый и совсем не страшно. Ну а на следующий день мы отправились в Манжирок. Наверное, самый крутой на сегодняшний день горнолыжный курорт в Сибири – Манжирок. Его развивает Сбир. Чем-то это развитие напоминает развитие Сочи. Цены на окрестную недвижимость взлетели до небес. Хозяева всех окрестных халуп ощутили себя владельцами участков в Калифорнии времен золотой лихорадки. Отелей в Манжироке пока всего два. Полукруглый, новый, пятизвездочный и более традиционный четыре звезды. И местные жители превращают все свои дома и домишки в гостиницы. Народу посмотреть на это чудо приезжает много и летом, и зимой. Ну и стройка кипит и на курорте и вокруг. На Алтае очень любят всякие арт-объекты ставить. Вот и в центре Манжирока установили блестящую скульптуру в форме козьих какашек. Ну а так все солидно, конечно. Рояль прозрачный стоит, канатная дорога швейцарская. Летом на горе обустраивают пешеходные маршруты, на которых тоже устанавливают всякие арт-объекты, чтобы не скучно было гулять. Самый популярный – это золотая баба, которая должна исполнять желание. В общем, гулять не скучно, питание трехразовое, такой туристический Макдональдс от Сбера, типа турецкого резорта. Летом пару дней вообще отлично можно провести. Ну и, собственно, Манжирок был финишной точкой нашего маршрута. Он расположен километров 20 от аэропорта. И, конечно, это самый удобный курорт Горного Алтая для самостоятельного посещения. Если соберетесь посетить Алтай на машине и решите проехать по похожему маршруту, то подумайте о вашей машине. Я лично нисколько не пожалел, что мы взяли машину на прокат. У меня внедорожник. Но по большинству алтайских дорог, конечно, лучше на чужой машине ездить. Даже если в конце поездки с вас удержат штраф за поцарапанные пороги и пробитые колеса. Лично я бы ни за что не стал сдавать на Алтае автомобили в аренду. Пока. Глядишь, через несколько лет все дороги приведут в порядок. Можно будет передвигаться на легковом автомобиле по Алтаю. Продолжение следует...